Вряд ли кто-нибудь из нас, любуясь новогодней подсветкой улиц, хоть на минуту задумывается, где и как вырабатывается электроэнергия для этих десятков тысяч лампочек. Как, впрочем, совсем немногие могли видеть сам процесс ее производства. Гомельская ТС-2 – одна из самых молодых станций в Беларуси. Первый энергоблок здесь ввели в эксплуатацию в 1986 году, причем досрочно. Необходимо было компенсировать недостаток энергии, образовавшейся после аварии на ЧАЭС. Сегодня на ТЭЦ-2, являющейся филиалом республиканского унитарного предприятия «Гомеля Энерго», получают половину электрической энергии, вырабатываемой в регионе. Кстати, каких-то сложностей, связанных с включением новогодней иллюминации, здесь не возникло. Не чувствуется вот этот вот прирост производства или прирост потребления, он инфидируется за счет загрузки других электрических станций, которые не связаны с теплообеспечением. Теплообеспечение города – еще одна задача Гомельской ТЭЦ-2. И, пожалуй, даже более важная, чем выработка электроэнергии. 75% тепла, что получает областной центр, вырабатывается именно здесь. При этом существующие мощности позволяют эффективно выполнять эту задачу при любых отрицательных температурах воздуха. 1380 гигакалорий – наша максимальная мощность станции. На данный момент мы несем 320. У нас в запасе еще 1000 гигакалорий в час нагрузки. То есть станция, коэффициент использования установленной мощности, есть такой показатель, составляет порядка 35%. Обновление технической и технологической базы на предприятии – постоянный процесс. В этом году завершили несколько значимых проектов и наметили план модернизации на 2020. Главная задача – повышение надежности и экономичности работы энергетического оборудования. Впрочем, на ТЭЦ-2 и сегодня гарантируют весь производственный процесс под надежным контролем. Срабатывает автоматика, происходят действия персонала, которые идут на устранение этих дефектов или предотвращение ситуации аварийной. А потом следующий момент идет – это работа защиты. То есть здесь повреждение оборудования не может быть как таковое. Автоматика и защиты работают. Только в этом году на ТЭЦ-2 сэкономили почти 26 тысяч тонн условного топлива. Если разместить его в стандартных железнодорожных цистернах, то состав растянется более чем на 5 километров. Одновременно с экономией ресурсов значительное внимание на станции уделяется также экологической составляющей. Наша станция, одна из первых, внедрила в городе Гомеле систему непрерывного контроля выбросов в атмосферу. И в режиме онлайн эти все выбросы контролируются непрерывно на компьютере, и мы следим за режимом своего оборудования. И расчет уже идет экологического налога, по этой системе. То есть она является коммерческой. Как говорят сами энергетики, мы стремимся работать хорошо, и у нас многое получается. Причем разговор не только о производственных успехах. Накануне праздника в Гомель Энерго в третий раз провели конкурс детских рисунков. И впервые поделок. Тема одна. Откуда берутся свет и тепло? Фантазию участников никто не ограничивал, а поэтому выставка получилась разнообразной. Во всяком случае, первый в мире электрифицированный дом бабы Яги в исполнении учащейся 38-й гомельской школы Софии Еродской ранее нигде не демонстрировался. Жюри посчитала, что эта работа достойна гран-при. Впрочем, приятно удивила София не только своей оригинальной поделкой. Во время вручения детям дипломов и подарков она прочитала стихотворение, написанное ее мамой. Через несколько минут девочка повторит его специально для наших зрителей. Жизнь без света – это не сказка. И сразу на лице появляется черная маска. В домах со свечками сидят, по окнам жители глядят и ждут. Когда придет монтер? Да будет свет, им скажет он. Натянет провод, как струну. Итог найдет свою волну. Тепло, светло всем станет друг. Куда-то убежал испуг. И заискрились так глаза, как в поле поутру роса. Теперь ничто нас не тревожит. Ведь мир без света жить не может. Приуроченное к профессиональному празднику торжественное собрание продолжается награждением работников, которые внесли значительный вклад в развитие региональной энергосистемы. Отметить всех отличившихся за один раз невозможно. Что по большому счету является еще одним подтверждением высокого профессионализма работников. Только в этом году награду получили более 500 сотрудников энергосистемы. Уважаемые коллеги, ветераны энергетики, от всей души поздравляю с Днем энергетика. Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов, удачи, безаварийной работы. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, Игорь Морищенко. Новости недели.